Да, Ирина. В областной научной библиотеке сегодня обсуждают вызовы славянскому миру. В круглом столе участвуют священнослужители, чиновники и представители науки. Мероприятие проходит в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры. Церковно-славянский язык, азбук которого нам явили равноапостольные, он связывает целый славянский мир. Это единственное, что нас вообще сейчас связывает. Подобного рода встречи являют собой очень важную концепцию единства. Впервые в Днях славянской письменности и культуры участвуют и иностранные гости. В Саратов приехал священник из Китая, протеерих Дионисий Поздняев. Одна из целей конференции – начало диалога между Русской Православной Церковью и Культурой Китая. Это связано с визитом патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Китайскую Республику, который завершился два дня назад. Каковы китайцы на самом деле? Это тоже очень сложный вопрос. Например, существует такая точка зрения среди даже и самих китайцев о том, что китайского народа как такового одного нет, несмотря на общую письменность. Диалог с Китаем, по мнению участников конференции, поможет в будущем найти ответы на вызовы современности. Из опасностей славянского мира участники круглого стола особо выделили экологические проблемы, проблемы международного экстремизма и особенно общую трату духовности в современной цивилизации. Празднование Дней славянской письменности и культуры продлится в Саратове еще неделю. Завершатся они 24 мая крестным ходом и молебном на Театральной площади. Ирина.